В Госдуму внесли законопроект о том, чтобы не выдворять из страны семейных мигрантов. То смотрите это видео до конца и вы узнаете, как будет работать этот закон. Мы вместе с вами его обсудим. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Но на этот счет не надо переживать, мы поможем. Обеспечим безопасность. Власти России ввели новый порядок распределения квот для мигрантов. Стало известно, как изменится система распределения квот в регионах России. Утверждать правила корректировки квоты правительство сможет согласно поправкам к закону о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации. Согласно нововведениям, квоты на выдачу разрешений на временное проживание РВП в России будут распределять комиссии, созданные в регионах. При этом порядок распределения квот определит правительство страны. Сообщается, что новый подход позволит распределять квоту среди иностранцев с учетом миграционной обстановки в том или ином регионе, наличие или отсутствие оснований для отказа выдачи разрешений на временное проживание. В законе также уточнили полномочия МВД России. В частности, МВД сможет утвердить порядок выдачи РВП, формы соответствующего заявлению от мигрантов и необходимый перечень документов. По словам члена Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборнова, этот закон сократит число возможных правонарушений со стороны мигрантов и защитит их права. По его мнению, такой закон создает максимально комфортные условия для мигрантов, потому что каждый из них приедет в конкретный регион с конкретной целью и будет понимать, где ему предстоит работать. С другой стороны, это даст возможность регионам четко контролировать миграционный процесс, сказал он. Между тем, в миграционном законодательстве предлагают сделать исключение для иностранцев, имеющих в России близких родственников граждан Российской Федерации. За административные правонарушения их предлагается не выдворять из страны, не аннулировать разрешение на временное проживание или вид на жительство. Как вам такая перспектива? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Соответствующий законопроект 14 января внеслав Госдуму замглавы Комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко. Согласно действующему законодательству, иностранцы могут лишить РВП или вида на жительство за два и более эпизода привлечения к ответственности за административные правонарушения, связанные с посягательствами на общественный порядок, незаконным оборотом наркотиков или нарушением миграционного законодательства. Также мигранту, который совершил правонарушение, связанное с посягательством на общественную безопасность, не разрешат въезд в Россию в течение пяти лет. Наталья Костенко предлагает не распространять действия этих положений на иностранного гражданина, имеющего близкого родственника, гражданина Российской Федерации, постоянно проживающего на территории нашей страны. По мнению парламентария, законопроект должен обеспечить защиту семейных ценностей и снять дополнительную нагрузку с судов, которые рассматривают миграционные споры о соразмерности ответственности при компенсации ущерба от правонарушения. Если человек компенсировал государству ущерб от своих правонарушений, почему он должен покидать Россию, а его семья страдать? Отметила Костенко. Данный вопрос уже обсуждался представителями МВД. Ведомстве обратили внимание, что последствия для мигранта не всегда соизмеримы с опасностью совершенного правонарушения, но сейчас в законе нет инструментов для принятия более уместного решения и добиться отмены решения о депортации можно лишь через суд. Теперь семьи мигрантов не будут разрывать, ведь уже существует не одна история о том, что отца выдворили из страны, а его семья осталась и должна проживать в неизвестной им стране самостоятельно, без возможности вернуться или еще чего-либо. Как вам такой закон? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Во всяком случае, все, что от нас зависит, мы сделаем для того, чтобы не было никаких новых угроз. Вот, мне кажется, думать нужно вот в этом направлении. У нас пока на этом все. Будем держать вас в курсе событий. До скорой встречи. Продолжение следует...